Я обстригла чёлку. Вчера хотела... Вообще, я только что ходила с собакой, гуляла, и хотела рассказать одну вещь. В мае, когда у меня заканчивались курсы, было очень много всяких домашних дел, очень классных, просто очень интересных. Это подрезать ветки нужно у деревьев, да? Разобраться с клумбами. В общем, куча всего. И я не смогла на этом как-то сконцентрироваться. И это всё было перекрыто тем, что у меня там какие-то тесты, что мне нужно учить что-то. И, в общем, я не получила. Я как сраный веник носилась. И самое главное, что я это понимаю постфактум. Сейчас я как-то очень хорошо отдохнула. Тот факт, что я приехала в палатку, тоже очень сильно влияет на то, как проходит мой день, и как я вообще себя ощущаю каждый день. И я сейчас понимаю, что там мне прям было тяжело получить вот всё, что хочется. и мне очень хочется, чтобы, во-первых, к следующей весной это не повторилось, потому что к следующей весной тоже будут экзамены. Но там уже будут куда более значимые экзамены. Это тесты вот эти, которые нужны для гражданства. Да и вообще, когда я пойду на курсы, хочется тоже продолжать наслаждаться всеми этими моментами. Вот как, например, то, что там вчера ходила в лес, столько много всего собрала, и прям вот действительно прожила все эти минутки. Я вчера снимала, это в Инстаграм показывала, как я ягоды собирала. Вот, поэтому хочется... Да, но пока что непонятно, как это сделать, потому что вот курсы ещё не начались, и я прекрасно проживаю свою жизнь. Когда курсы начнутся, мне действительно... Они очень много энергии, я очень много энергии на них трачу. Посмотрим. В общем, друзья, как я рассказывала, за месяц отдохнуть удалось как-то вообще очень... Не знаю, очень классно перезарядиться, наверное. И на обратной дороге мы слушали такой подкаст «Неделя без потом» или что-то такое, или просто «Жизнь без потом». И это очень сильно мне, не знаю, откликнулось. Я поняла, что даже при условии того, что ты постоянно находишься в мыслях о том, что жизнь должна идти, она не должна проходить мимо тебя, всё равно оказывается, что в какой-то момент ты входишь в какую-то колею. И в этой колее ты уже можешь лениться. И я приняла это как-то очень на свой счёт, вот эта «Неделя без потом», «Жизнь без потом». И сегодня мы едем на море в Пори, здесь в Финляндии. Буквально вот выезжаем в 4 часа дня, и завтра в 7 утра оттуда уедем. Есть несколько вещей, почему хочется туда съездить, и не хочется выпускать этот момент. Потому что на самом деле выходных каких-то в течение всего лета их так мало. И, кстати, если вы помните мои какие-то стенания с тем, что мне некуда складывать вещи, как-то не могла я что-то придумать. В итоге я действительно всё занесла в гостевую комнату. У меня получился ровно один шкаф. Я всё лишнее сдала пока что в сумку, которая пойдёт на продажу. И у меня сейчас в моём кабинете так хорошо. Там стоят цветы, книги, какая-то для видеосъёмки, камера, микрофон, там ролики, что-то для хобби моего, и всё. И там сейчас просто вот. Сплю в палатке я. Вот в таких штанах тёплых. Это в секонд-хенде нашла. Они с начёсом такие. То, что нужно в палатке. Всё равно холодно сейчас. Казалось бы, лето, но ночью градусов, наверное, 11-13. И в двух кофтах я сплю. В термокофте. И такой просто флисовый. Так что их беру с собой. Кстати, почему всё-таки решили мы поехать? Потому что, во-первых, мы на обратном пути. Я снимала короткое видео про пляж, на котором Холли была. В итоге мы вернулись. Пляж был меньше. Случился прилив. И мы там все купались. Холли сбежала. Ну, типа убежала, пока сидела рядом со мной. Пошла в море купаться. Как она купалась? Потом я пошла. Почему там было так тепло? Это же, боже мой, Балтийское море в Эстонии. Не знаю. Но в итоге мы все так хорошо провели время. И мы решили, что, боже мой, у нас тоже есть недалеко пляж. Почему мы должны отказываться в этом удовольствии? И теперь я... Это так легко. Палатку можно ставить где угодно. Почему мы должны это все решать? в общем, вот это мой сам. И я его получила на день рождения. А, в подарок. И он тоже едет на море. Я, если что, ни разу не пробовала. Короче, идет дождь. И это, наверное, не самая лучшая погода. Ну, блин. Что сделаешь? Ну, и так, мы все. Мы в машине. Мы за путешествием прокачались везде на машине с собакой. Много всего, короче, поменяли. Во-первых, Холли теперь едет за пассажирским сидением. Ой, за водительским. Чтобы пассажиру было легко к ней поворачиваться. Ремень безопасности ее вон там, к ручке прикреплен. Что еще? Не помню. Ладно. Поконим. Поры 200 километров. Так, во всех этих поездках важно зайти, куда-то выпить кофе. Пойдем. О, Холенька, не для твоих лапок это. Итак, на самом деле это поезд от моего платья. И я, короче, когда в день тот обстрелила челку, я немножко, я, честно, вообще не понимаю, как ее там укладывать, не укладывать, но я, чтобы она вот, она у меня вот тричит так вперед. Вот. Я ее беру. Итак, вот так. Мы на месте. Вот. Да! Холи! Кстати, сколько времени? Вот Холечка и ее друг. Короче, самый большой факап. Насос, в общем, не подошел к... Вон, смотри, кулик сорока полетел! Насос не подошел к САПу. Вернее, нужен какой-то переходник. Этот насос хорошо подходил для наших матрасов, но... В общем, это место мне напоминает, есть такой фильм «Застрял в любви». Он 2014 года, и... Ну, мне он очень нравится. Я его пересматривала, ну, не знаю, раз пять, может, и недавно пересматривала. И там тоже главный герой живет на пляже, на таком песчаном. У него прям дом стоит на пляже. В чехоле уже улеглась спать. Одна в палаточке сидит. Такая хорошенькая. Собрала на участке вот такой вот букет. А сегодня у нас вот гости, и мне говорят, «Даша, почему ты не собрала такой красивый букет? Можно у тебя тут насобирать?» И мы пошли и вот пособирали. Вот это львиный зёв разноцветный. Марина собирала для кроликов. В общем, с момента прошлого моего включения в общем, уже прошло, на самом деле, пару часов. Мы отвозили гостей наших на вокзал. Купила три новых цветка в магазине. Мы отдавали цветы, пока уезжали, хранить с соседем. И их как бы за ними поухаживали, обрезали, значит, все листки, которые были не очень. и нам такие красивые цветочки вернули. И на самом деле меня это как-то вдохновило получше заботиться о цветах. Хороший день сегодня. На речке покупалась утром. Речка была прохладная после вчерашнего дня. Вчера был такой холодный день. Но всё равно очень классно. Хочется почаще ходить. Тем более эта речка прямо совсем рядышком. И она совсем приватная. Там никого нету никогда. В общем продаются на скидках деревья. Мы пришли посмотреть, что здесь. Вроде как три дерева за 50. Одно за 20. Это вот фруктовые деревья написано. Кусты какие-либо смородиновые. Хребина. Посмотрим. Какие-то кусты ещё. Получается здесь на яблоне даже яблоки выросли. А у нас ничего не выросло. У нас яблони немного погрызенные. вот тоже фруктовые деревья. Попробуем яблоки, которые мы только что наугад взяли. Мы едем на клубничную ферму за клубникой. подбородник надо подбородник будет купить. А как строя называется после подбородника? Ехали в магазин, купили мне для скрипки мостик. Один вид мостиков продаётся, нет смысла примирать на скрипке осмотреть нравится или не нравится. Вот. Я пришла собирать свою родину. Каждую ягоду, как собираю, чтобы ни одна не пропала. Кажется, их здесь совсем мало. я приехала в Кирпис, в котором мы арендуем полочку довезти некоторые вещи. Сейчас поэтому выходим. Ручник. Вот эту сумочку. В общем, жара страшная, поедем на озеро возле дома. Оно в одной минуте езды. Субтитры в следующем